Да, я очень часто вспоминаю вашу премию. У меня осталось какое-то непроходимое чувство гордости за людей, которые, несмотря ни на что, а точнее сказать, вопреки всему, делают то, что они делают. Мне приходят на ум слова замечательного старца православного. Если рядом совершается зло, и оно сильнее, отойди в сторону и сделай свое доброе дело. То есть имеется в виду, что не надо тратить все свои силы на борьбу с этим злом, на растратить весь свой ресурс, чтобы что-то доказать, что-то перекрыть, о чем-то кричать. Просто отойди в сторону и сделай доброе дело, потом сделай еще одно, еще одно, еще одно. И вот что-то типа стяжи дух в мире, на вокруг спасутся тысячи, как говорил Серафим Царовский. То есть сделай одно, сделай второе, сделай, и потом вокруг начнут происходить чудеса. А у нас очень часто, к сожалению, мы же все видим все, что происходит вокруг, и это то, что вокруг, оно, как правило, требует нашего вмешательства. Там кто-то неправ, здесь все не так, а я бы сделал по-другому. Мы начинаем тратить силы в никуда, которые не имеют отношения вообще ни к тебе лично, ни к созиданию, ни к чему. Но мы очень любим вмешаться в то, что происходит вокруг, осудить кого-то, рассказать, как надо, как не надо, но при этом ничего сами не делаем. И вот люди, которые были отмечены на премии, это как раз люди, которые вопреки всему продолжают делать то, что они делают. И чувство гордости, что вы находите этих людей. Во-первых, эти люди могут встретиться в одном пространстве, обменяться чем-то, а это влечет за собой дальнейшее развитие. По-моему, это круто, молодцы. Не, ну спастись-то от этого не получится, конечно. Это вот опять возвращаясь к теме, отойди в сторону и сделай свое доброе дело. Ведь мы понимаем, да, что за каждой программой стоит программа. И когда до нас что-то доносят, а мы это уже, ну, какие-то там десятые слои населения, над нами есть еще другие нагнетающие слои, а над ними еще свои слои. Поэтому, если до нас дошла какая-то программа, которую нас обучают, то, вероятно, она тоже была кем-то, не хочется говорить, навязана, кем-то смоделирована. И, к сожалению, то, о чем вы говорите, вот это вот хайп-программа, не знаю, как программа некого шума, некой популяризации чего-то там пустого из воздуха, там, как угодно назовите, это ведь тоже наверняка спецзадание. Мы никуда от этого не уйдем, потому что это сильнее, этого много. Сюда вкладывают деньги. Это идеология. Да, всегда есть эта сторона, но вот та другая сторона, про которую вы говорите, сторона добра, ее же тоже никто не отменял. Давайте делать, давайте тоже крепнуть. В принципе, мир – это есть вот это вечное противостояние добра и зла. Ну, как говорят, борются бог и дьявол, поле брани душа человеческая, да, то есть нашу душу все время перетягивают туда-сюда. И если рассматривать все вот эти движения за и против, да, как две стороны, белые и черные, если хотите, то вот эта душа человеческая или вот эти люди, этот народ, неважно, да, этот мир живой, он будет перетягиваться, как один большой организм. Но дальше кто победит? Но это и есть жизнь. И не познав одного, не познаешь другое. Как мы можем знать, что это плохо, если мы не видели того, что хорошо, и наоборот? Вот. Поэтому, когда возникает плохо, будет возникать хорошо. Возникает хорошо, будет возникать плохо. Это вечно. Это вообще вне нас. Мы не сможем с этим ничего сделать. Но свое доброе дело в стране сделать сможем. Объединяться творческим людям необходимо. И вот эта ужасная тенденция, для меня она ужасная, вот эта тенденция социально-сетевого общения, интернет-общения, да, эти пространства, это можно назвать сейчас как угодно, прогресс, технологии, там, я не знаю. Да, конечно, в интернете есть большой плюс, это огромный ресурс. Но то, что он разобщает, это несомненно. И когда я понимаю, что я встречаюсь с человеком, не видев его там несколько лет, встречаюсь с ним на фестивале, и в другое бы время, в советское время, ну как дела, ну рассказывай, а вот это, а вот то, ну как дела? А, ну в принципе я знаю, да, да, я видел, видел твой, да, посты, да, но я в принципе слежу, да, ну ладно, ну давай. И чего? И где люди, и где общение, где обмен? То есть это же надо было так придумать, вот этот мозг, который запустил интернет, точнее, может быть, он даже сам не отдавал себе отчета, а может быть, и отдавал, если это была программа самая умная над всеми нами, то, наверное, все она это знала, и на это было все нацелено. Как разобщить мировое пространство? Только разобщив, мы становимся слабее, тогда нами можно управлять. Когда мы сильные, когда мы вместе, но это как метла, не сломать, прутики, прутики, вот, когда мы разобщены, то дунул и все, и как бы прутики разлетелись. Если это была глобальная программа, которая шла через десятилетия, а что-то мне подсказывает, что так и было, есть еще ведь завещание Далласа, которое мы помним, то, да, эта программа удается с лихвой, и против нее противостоять очень сложно. И возвращаясь к теме творческих людей, творчество – это как раз вот тот живой организм, который вроде бы без этого существовать не может, без вот этого живого, без вот этого визуального общения, без настоящего обмена эмоциями, потому что только эти эмоции рождают какие-то ответные эмоции. Ну, не может родить эмоции, там, три слова на бумаге в интернете. Да, эпистолярный жанр никто не отменял, но есть что-то невербальное, что стоит за этим. И, к сожалению, мы очень крадем у себя. Но как с этим быть, я не знаю. Мы же ни одной нашей передачей, ни одним вашим порталом, ни там, ни одним даже большим движением, мы все равно это не переломим, потому что это такая махина, глубину которой мы даже не подозреваем себе. Сейчас зрители выходят в интернет, и что они могут видеть? Ну, им надо набрать, там, не знаю, посмотреть хороший спектакль. И то, что выйдет тебе по тегам хороший спектакль, не значит, что это будет хороший спектакль. Он называется хорошим, потому что люди, которые закачали информацию про этот спектакль, везде отметили, что это хороший спектакль, там, веселая комедия, ну, например, да, какой-то полезный спектакль. Поэтому он выходит по этим тегам. Но это совсем не означает, что он несет такой же глубинный смысл. И ко мне очень, кстати, часто обращаются, подскажите, а что посмотреть в театре, на что сходить? Я говорю, вы знаете, сейчас надо очень осторожно. Сейчас такое обилие, засилие всего. Сейчас столько самовыражения режиссера через материал, это даже уже не материал, самовыражение режиссера, его каких-то внутренних видений мира, которое, ну, наверное, должно быть кому-то интересно, находятся единомышленники, но это никакого отношения зачастую к искусству не имеет. Или к искусству, которое он навязывает, или которое, опять же, спродюсировано, да, чтобы это вышло в конце концов. Попав на такой спектакль, человек, который там 20 лет не ходил в театр, 10 лет или вообще не ходил никогда, я впервые это увидел, он либо сформирует определенный вкус, не дай бог, либо у него навсегда отвадится желание ходить в театр. Поэтому, вот, когда меня спрашивают, на что пойти, я говорю, прежде чем пойти, соберите мнение, почитайте отзывы, да, вот все-таки. И не те отзывы, которые лежат на поверхности, потому что, ну, 10 хороших отзывов отставить-то несложно. Поговорите, поузнавайте, лучше потратьте время на поиск, один раз сходите, чем сходите 10 раз, потратьте время, деньги, и в итоге не получите ничего. Вы знаете, творить добро – это круто, потому что в обратку ты получаешь такой заряд энергии от тех людей, которые принимают это добро и понимают, что это было хорошо, они тебя возвращают. И внутри тебя, все-таки, внутри нас живет еще какой-то неиспорченный ребенок, вот это что-то, ну, какая-то суть, да, изначально, которая действительно радуется тому, когда хорошо. И порой это хорошо нельзя объяснить словами, но ты ощущаешь, что случилось, вот оно, или наоборот. И вот это вот ощущение для меня, как лакмусовая бумажка, есть понимание того, что да, мы идем в правильном направлении. Мы, кто такие мы? К счастью, я не одна, это замечательно. У нас есть компания единомышленников, людей, которым не все равно, людей, которые стараются что-то поменять. Важно сказать, что, кстати, это люди православные, ну, по сути своей. И, может быть, и не это важно, да, но то есть это люди, у которых есть стержень, понимание и какие-то основные ориентиры хорошего и плохого. Наш проект называется «Душевный проект». Он включает в себя несколько таких, несколько отдельных проектов. Это международный фестиваль, душевный фестиваль, или «Сеуфулл» на английском, тире «Душевный». Это «Душевный театр-студия». И дальше мы сейчас делаем тоже душевный канал свой, идем к этому, снимаем душевный сюжет. У нас есть душевная смена в лагере. Почему душевная? Такое вот, знаете, несовременное название. Это там, не знаю, не платиновые связки, и не, ну, понимаете, фестиваль называется «Кто во что гораст». Душевный, да, он немножко не на слуху, но этим он и цепляется. И, собственно, слово «душевный», оно не требует перевода и объяснения. Душевный, то есть от души, подход с душой, отношения, когда ты и дух свой вкладываешь, и душу. Мне кажется, что в нашем мире очень мало осталось душевности. И вот акцент во всем, что мы делаем, но вот эту душевность, он не зря. Это наша просьба обратить внимание на душу, на то, что движет изначально нашими самыми хорошими, самыми лучшими порывами. Душевный фестиваль дает возможность не только обычным детям, замечательным, талантливым, но и таким же талантливым детям из детских домов, интернатов, из коррекционных школ, дети, которые относятся к малообеспеченным, незащищенным слоям населения. Мы даем возможность этим детям, прежде всего, принять участие в фестивале со всего мира, естественно. Ну, пока это там ближайшие зарубежья, да, к нам приезжают, и, соответственно, Россия. Уже около 50 детских домов и интернатов приняли участие. У нас огромный сначала заочный тур, мы отдельно их отсматриваем, потому что они особенные совсем, другие. Затем мы обязательно раздаем всем этим детям, вручаем премии, лауреатство, ну, по заслугам, конечно, естественно, все по-честному. У нас всегда хорошая звездная профессиональная жюри оценивает по трем номинациям вокал, хореография, театр. Ну, какие-то дополнительные мы еще придумываем тоже истории, там, киномастерство, да, вот начинаем вводить журналистика, это сейчас очень все модно. И вот, определив этих победителей, во-первых, мы, опять же, повторюсь, всех абсолютно без исключения из них награждаем, и самых лучших приглашаем уже в очный тур в Москву побороться за гран-при фестиваля. И вот борются они уже с детьми обычными. И да, участие для них бесплатное, для обычных детей оно платное. Это символический взнос, они небольшие, но на уровне всех фестивалей. Но я абсолютно точно знаю, что вот с этого денежного фонда, который нам удается собрать, мы оказываем помощь вот этим самым детям. То есть мы поддерживаем творческие мастерские и развитие, мы, допустим, покупаем музыкальные инструменты, чтобы дети очень где-то далеко, но очень желающие могли бы заниматься вокалом, ну и так далее. Мы ищем какие-то возможности, чтобы помочь не просто как бы деньгами, а чтобы продвинуть, чтобы эти деньги пошли на развитие творчества этих детей, которые вот принимают участие в фестивале. Таким образом, здесь очень важный посыл, как бы дети детям, одни люди другим людям. Мы просто посредники, которые, ну, передаем правильно из одних рук в другие, да, вот эти взносы, скажем так, но самое главное – обмен творчеством. Детки приезжают, они вместе соревнуются, они находятся в одном пространстве. И мне было очень отрадно, когда несколько лет подряд, например, в театральной номинации у нас побеждал коррекционный интернат, и не раз это было, потому что эти дети оказались более подготовленные, например, чем обычные детки. Они показывали удивительного уровня, там «Ночь перед Рождеством» они показывали. Это было так круто, потому что у них очень сильная мотивация и уровень того, как они подготовились, при том, что им это в 10 раз сложнее. Они плохо видят, они плохо слышат, но они очень сильно этого хотят. И это очень полезно другим детям посмотреть на это. Это вообще очень полезно, чтобы до наших немножко уже черствых детей, которые растут уже в этих самых телефонах, растут уже в непонимании общения, они уже растут где-то там, у них все равно все через телефон. Они напрямую не смотрят, они смотрят только через телефон друг на друга, они пишут, общаются друг с другом через сеть, например, социальную, а сидят напротив. Я это наблюдаю очень часто. И это здорово, когда на фестивале есть вот этот обмен живой и настоящей энергии. И возможность, конечно, благодаря вот этим собранным средствам помочь тем детям, которым это очень нужно. Это один момент, наш большой фестиваль. И второй момент – театр-студия, душевный театр-студия, тоже называется душевный, художественным руководителем которого я являюсь, на данный момент мы существуем уже три года, у нас уже 120 детей, один филиал мы уже открыли в Подмосковье. 120 детей от трех лет до 20 лет, до момента поступления, до 17 лет, самая старшая группа 13+. Ну, кроме того, что мы обучаем их основам актерского мастерства, и не только, у нас есть и спецдисциплины вокал, хореография, сценическая речь, сценическое движение. Это вообще очень интересно, не все маленькие дети там в возрасте 6 лет могут получить основу сценического движения настоящего и сценической речи. То есть они уже изначально, не люблю это слово, но оно подходит, прогружаются, как бы насыщаются вот этим творчеством, насыщаются правильным подходом к этому творчеству. Вообще, будь моя воля, будь у меня такие возможности, я бы в наших школах наравне с основными дисциплинами, такие как математика, русский язык, литература, история, я бы давал дисциплину, ну, хотите, назовите не актерское мастерство, а творческое развитие, если хотите так. Потому что не всем же придется высчитывать сложные математические примеры, а вот общаться с людьми, презентовать себя, когда ты приходишь, держать себя правильно и внешне, и внутренне, это же надо уметь каждому человеку, вне зависимости, владеет он высшей математикой или нет. Так предмет творческого развития гораздо более полезен, нежели какие-то вещи, которые мы обязаны сдавать в школе, потому что сейчас, и школа, это вообще сейчас очень сложная епархия, да. Я даже, у меня ребенку 4 года, я могу представить, боюсь, что он нас ждет там. И с того, что я вижу, меня очень пугает. Ну, есть дела и посильнее, и более благие, скажем так. Здесь благое, как бы, благое начинание. Поддержки государственной, конечно, нет. Пока наши попытки выйти куда-то в эту сторону, все натыкаются на то, что, ну, у вас же не бесплатный фестиваль, есть же дети, которые платят деньги за то, что они участвуют. Ну, что я могу сказать? Ну, для того, чтобы помогать другим детям, мы должны... Здесь же вопрос не только денег, а вопрос вот этого, как бы, чтобы дети понимали, чтобы дети с малых лет приучались к благотворительности, к милосердию, чтобы они понимали, что такое, когда ты можешь, а кто-то нет. И как ты можешь этому помочь, да, вот это очень важно. Деньги здесь вторичны, здесь важна мотивация, на самом деле. Нет, мы на самообеспечении. Да, есть спонсоры, которых мы каждый год с трудом ищем. То есть нам однажды помогал и детский мир замечательный, да, вот делали большой призовой фонд именно для деток вот из детских домов-интернатов. Какие-то той ру-компании, ну, в общем, вот именно какие-то игрушечные детские вот эти компании там и помогали призами. Чистыми деньгами всегда очень сложно. Гранды нет. Пока такого не удостоились, моя такой честь. Но вне зависимости от этого мы все равно будем двигаться, потому что мы видим обратную связь, мы видим эти письма, которые приходят из детских домов, мы видим эти слезы, ну, если можно так выразиться, на бумаге, да, между строк, спасибо, спасибо, мы теперь вот, а у нас теперь творческий класс, там, один детский дом пишет, а у нас теперь музыкальный инструмент, у нас дети вокалом занимаются, а вот там камеру мы купили на эти деньги, мы снимаем какие-то ролики, да, в интернате. Это потрясающе. Вот, ну, ради этого это же, ну, это же тоже полноценные люди, они так же чувствуют, они, они, может быть, в чем-то, ну, физически неполноценны, но внутри-то они не менее полноценны, они внутри такие же глубокие, интересные, и они, так случилось, они судьбой немножко развернуты в другую сторону, но никто не знает, кто из этих людей возьмет и однажды сделает такое благо для всего мира, например, что мы ахнем и скажем, ну, надо же, как же так, а потому что этот человек варился в этом, крутился, он преодолевал что-то, а однажды, когда ему было очень нужно, кто-то протянул руку помощи, какой-нибудь мелочью, 10 тысяч рублей, я не знаю, хотя это не мелочь для кого-то, да, чем-то помог, или именно вот это зерно как бы помогло ему дальше двигаться, то есть можно разбирать каждую судьбу в частности, и это целый мир, это целая история. Знаете, мне еще очень нравится такое высказывание, те, кто говорят, что они любят весь мир, не любят никого, любить весь мир гораздо проще, чем конкретного человека, потому что когда ты говоришь, я люблю этот мир, а ты конкретно, что ты сделал, кому ты протянул руку, на кого ты потратил свое время, кем ты, как бы, ну, разделил время своей жизни, что ты сделал, вот это гораздо сложнее, потому что это в никуда, а конкретное что-то, это всегда очень, это сложнее гораздо, поэтому я рада, что мы оказываем адресную помощь, конкретную, и это очень важно, и очень важно, когда дети это понимают, обычные дети, когда это понимают, это очень здорово. С одной стороны, об этом вроде бы говорить не нужно, но мы же все это знаем, что мы не видим инвалидов, не видим социально незащищенных, мы все это видим прекрасно. Но мы видим и зло, которое совершается рядом, да, поэтому, несмотря на то, что у нас есть глаза, иногда нужно в уши вкладывать какие-то вещи, это правда. Ведь можно 10 раз ткнуть тебя и обратить твое внимание на что-то, и только там на 20 раз ты увидишь это. Да, нужно, но нужно это делать как-то все не навязчиво, не вот «помоги, смотри, вот они тоже», а как-то надо искать ходы правильные, потому что от вот этого прямолинейного внушения уже очень, ну, уже тошнит людей. Они когда видят, что их опять пытаются куда-то, они уже все, у них автоматически срабатывает блок. Надо искать формы, но для этого есть творческие мозги, идеологи разные, в конце концов, не знаю, маркетологи, пожалуйста, пусть они не на это потратят свои силы. Они подумают, как создать информационный вот этот поток для того, чтобы обратить внимание людей на тех, кому это внимание нужно, правильно обратить, кому нужна помощь. Да, есть ролики, есть социальные программы, но как-то это недостаточно. У нас люди больше любят ток-шоу посмотреть, да, там, обсудить кто, чего, куда, вот, и кино, экшены, там, попкорн, все, вот как-то так. Но это тоже популяризируется, увы. Но об этом должны думать где-то там повыше, чем мы с вами, я так полагаю, даже еще повыше. Об этом вообще должны думать, а не делать вид, что думают. Ну, детские фильмы вообще у нас не снимаются, их очень мало. Яролаш, по-моему, и последнее напоминание, которое осталось о детской жизни, ну, не снимается детское кино, вот, в том понимании. Оно невыгодно, оно не работает, видимо, но дети вообще отучились от этого. У нас есть мультипликация развитая, да, ну, не знаю, насколько у нас, да, развивается мультипликация, ну, там, опять же, импортные фильмы всякие. Вот, опять же, иностранное кино, не конкретно американское или какое-то, вот там красивые детские фильмы, да, то есть возьми там любые, не знаю, что Дисней делает, это же прекрасно. У нас этого нет вообще в стране. А почему бы нет? А почему бы не попробовать? Ну, нет такой программы. У нас сейчас другие программы. У нас же какие сейчас программы? Патриотизм, война, исторические сюжеты, ну, спорт, там, герои войны, наверное, там, что-то в этом духе. Ну, это видно даже тому, кто ничего не понимает. Мы же видим, что мы сейчас смотрим русский народный эпос, это неплохо. Ну, в общем, поднятие патриотизма. Только за что мы боремся, это я не могу понять. Патриотизм для чего? Для борьбы с какими-то соседними странами? Для чего патриотизм-то? Давайте его как бы очень адресно в людях пробуждать этот патриотизм. Для чего? Я не могу понять никак. Ну, может, объяснит кто-то. Ну, я вот не понимаю. Я вот сейчас пытаюсь отключиться и рассуждать с такими совершенно простыми, ну, обычными мозгами. Прихожу в кино. Вот да, все, вышли, нас накачали. И? И что? Для чего это было сделано? Не могу понять. Любовь к родине как бы свою. Но можно, в принципе, посмотреть на дедушкины ордена, посмотреть на историю своих семей. И патриотизма достаточно, если вспомнить рассказ бабушки-дедушки, там, про блокаду или про фронт. Вот тебе и достаточно патриотизма. Для чего это делают? Я не знаю. Одним словом, информация, которая идет с этой трибуны или из этого голубого экрана, она должна быть очень четко направленная, очень структурированная. Это должна быть некая программа, которая работает, например, на то, чтобы все люди стали добрее. Или наоборот. Вот если задуматься о том, какие мы получаем программы со сцены театра, с экрана телевизора, можно поразмыслить, в какую сторону пытаются направить наши мысли. Много вы видите доброго? Да, бывает на канале спас, на канале культура. Ну, иногда где-то еще промелькивает. В остальном адреналин, экшен, какие-то странные лозунги. Иногда через призму добра, кстати. Бывает и так. Ну, об этом можно говорить бесконечно, но я всегда прошу тех, кто стоит у руля, понимать, что не театр, не телевидение, это все-таки не пешки. Это же живой организм, который может очень хорошо работать на какую-то общую идею, но если все-таки у людей, которые этим занимаются, нас не будут зомбировать, если нам дадут возможность выражаться. И, ну, в принципе-то, артисты, по большому счету, творческие люди, хотят нести добро, но просто не дают это делать, потому что есть запреты, можно и нельзя. Надо как-то найти вот этот общий язык того, что нужно, и того, что можно, и сегодняшнего дня. Не хочется, чтобы все ожесточались. К сожалению, на это настроено очень многое. Не хочется. Зачем? Жестокие люди, ну что они могут дать этому миру дальше своим детям? Да, с одной стороны, как кажется, на первый взгляд, люди, которые популярны, им уже чуть легче, но они до этой популярности должны были пройти огромный путь, это раз. И став на эту ступень уже определенную, они же отвечают за то, что они делают, поэтому нам тоже непросто. Нас уже рассматривают как под микроскопом. А вот что она сказала? Она сказала. А вот, а вот он. То есть нам еще тяжелее. Мы должны отвечать теперь за тот статус, который мы уже несем на своих плечах. Дорогая наша страна. В лице народа ее. Это так круто, что мы чувствуем, что мы живы, что мы еще не забыли свои истоки. А истоки у нас очень мощные. А энергии в них очень много. И история наша очень интересная. История наших вот недавних поколений. Наши деды, наши бабушки. Мы все еще пропитаны духом войны все-таки. Можно было бы, конечно, сказать, давайте, несмотря ни на что, все равно будем творить добро. Давайте будем. Мне просто кажется, что люди, которые это уже делают, они не могут иначе. Если они говорят и стараются работать на благо мира, стараются жить на благо мира, то они не смогут по-другому. Вот пусть так и останется. Мне хочется пожелать от души, и чтобы вот эта поддержка вдруг появилась, вдруг совершенно неожиданно. И вдруг у вас появилось еще больше единомышленников. И чтобы кто-то заразился вашей идеей, чтобы ваши руки не опускались, чтобы наоборот вы с каждым шагом понимали, что вы крепнете, что вас становится больше, и что все, что вы делаете, это не зря. Я очень в это верю. Надежда не умирает. Я верю и в добро, и в лучшее в людях. Как бы они меня не разочаровывали в этой жизни, все равно я не перестаю в это верить. Может быть, поэтому я еще живу. Субтитры сделал DimaTorzok